Представляю домашний текстиль Германии по очень комфортной цене. Мы начинаем с кучки, где покрывало и шторы. Она так вот выглядит и, скажем так, по объему, скорее всего, это основной объем с мешка. Итак, давайте поподробнее рассмотрим, что здесь есть. Флисовое одеяло двухстороннее. Ну, такое обычный плед, это не одеяло плед, то есть все нормально, качество хорошее. И каких-то вот таких завалов, знаете, тут нету. Еще один флисовый плед. У него одна сторона прямо как вот велюр, да, ну такая не велюр, вернее, а вторая немножко другая. Тоже он достаточно большой. Вот, видите, то есть на двухспалку он. Дальше идет пододеяльник и пододеяльник и две наволочки на длинные подушки. Вот такие вот. Но это не хлопок, не хлопок. Это полиэстер, но есть зато у него приятный момент, то, что у него модная расцветка и он очень легкий. Итак, это одно одеяло, оно не двухспальное, обычное одеяло, наверное, там 160 на 2. Дальше идет комплект белья, вот такая вот наволочка у него и тут написано Том Тейлор. Оно тоже не хлопок, но полиэстер немножко другого качества, в отличие от того, что был. Ну, просто это модно, Том Тейлор как-то так. Я даже сама, я даже никогда не видела, чтобы Том Тейлор создавал постельное белье. И вот такая, вот такой пододеяльник. На пододеяльнике Том Тейлора нет значкам. Так, еще один, тоже полиэстер, вот наволочка на замке и к нему пододеяльник, тоже на замке. Полиэстер. Сейчас белья из полиэстера становится все больше и больше. Кто-то к этому нормально абсолютно относится. Преимущество в том, что оно невесомое, то есть если вы продаете навес, то оно прям совсем мало весит, так же как флис. А вот это вот, я думаю, что возможно это, не знаю, просто не может быть, но так же возможно это скотерка. Вот их здесь 2 штуки таких. И большое флисовое, флисовый плед, он очень плотный, толстенький. Вот, на самом деле он не очень большой, но толстенький и у него два цвета. Дальше идет кучка с постельным бельем, она вот так вот выглядит. Давайте поподробнее. Опять же полиэстер с наволочкой на замке. Наволочка вот такая. И такой же пододеяльник большой. Первый комплект. Полиэстер. Наволочка. Большая. И вторая такая большая наволочка пододеяльника нет. Две наволочки. Наволочка. Уже вот на длинную подушку такие есть, немцы их любят. Они, кстати, удобные очень. Флис пододеяльник. Ой, пододеяльник. Плед, небольшой плед детский. А вот это уже хлопок. Он значительно тяжелее. И это шторки, по-моему. Да, это шторы. Хлопковые шторы. Так. Ну, в общем, на завязках. А подождите, по-моему, это пододеяльник. Да, потому что вот я... Да, это пододеяльник. Вот. На таких классных веревочках. Это хлопок. Большой пододеяльник, похож на новый. Шторка. Комплект коротенький. Уже сразу же с занавесками. Они такие, знаете, тофта называется такая ткань. Вот их две. Шторы. Одна короче, покороче, другая. Они-то не одинаковые по длине. Белые шторы из тофты. Дальше идет на кольцах. Это для ванной комнаты штора. Постельное белье. На замке наволочка. И пододеяльник большой. Ну, не двухспальный, конечно. Так, это хлопок. Причем хлопок жатка. То есть у него такой материал. Сжата тоже на замке наволочка. И пододеяльник. Он тоже на замке. Хлопок. Штора короткая. Уже готовая. На ленте. Так, это элемент тоже штор. Готовый. Ну, наверное, в нашей... В нашей стране, наверное, на балкон. Я не знаю. Короткая штора, готовая. Длинная. Длинная. Набор из двух штор. Они с утяжелителями. То есть здесь маленькие магнитики. Значит, это низ. Достаточно длинные. Сейчас я вам покажу. Да, это длинные шторы. Наверное, два с половиной. Красивые. Они готовые. С утяжелителями. И здесь есть огромный забор. Ну, то есть можно их расшить, если что. Вот их две штуки. Одинаковые. Думка. Ну, имеется в виду наволочка на думку. Наволочка на думку. Наволочка на думку. Детский плед. Есть помарка, но сразу говорю, прям при первой стирке отойдет. Хлопковая наволочка на думку. Хлопок. Наволочка на думку. Так, это было все, что касается штор, одеял. Здесь у нас вот такая кучка с полотенцами. Давайте поподробнее. Кухонная хлопок. Кухонная хлопок. Кухонная хлопок. Хлопок с плестром. Хлопок с салфеткой. Тоже хлопковая салфетка. Это такое пляжное. Банная. Не хлопок здесь. Тоже пляжное. Это хлопок внутри. Вот эта сторона полностью хлопок. А вот такой маленький пледик и хлопок салфетка. Это все, что касается полотенец. Здесь есть сюрприз. Вот. Это салфетки и скатерти новогодней тематики для украшения праздничного стола. В том числе. А скоро это будет очень актуально. Так. Спасибо. 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 Здесь остались просто скатерти, которые, ну скажем так, без новогодней тематики. Большая скатерть из-за класса с набивным рисунком. Пятен нет на большой стол. Скатерть с набивным рисунком. Не очень большая. Классная скатерть из хлопка. Такая, знаете, домашняя. А я думаю, что это, да, она огромная. Плюс у нее плотная хлопковая ткань, которая будет и стол защищать, она как термо, что ли, такая. Еще салфетка. Дорожка. Это на кружевый стол. Дорожка. На стол. Еще одна дорожка на стол. Слушайте, а вот этих скатерти их здесь две. И я даже не знаю, что сказать. Скатерти это, ну не шторы, потому что они очень плотные. Да, две скатерти. Еще одна дорожка. Это подлиннее. Причем, смотрите, у этой дорожки готовая такая, край готовый. Большая скатерть огромная, приятного, мятного цвета. Ой, какая она огромная. Слушайте, и она на длинный стол. На длинный, на длинный стол. Она красивая. Это я наизнанку ее вывернула, а так она вот так выглядит. Ой, какая красивая. Прям шикарная скатерть. Стол огромный. Даже наш стол, он большой. Она прикрывает, вот тоже дорожка на скатерть, термо. И вот такая скатерть. Это все. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова